да ступеньки видно что здесь конкретно работали охотники за металлом здоровым вентиляция тоже раздолбали и что-то здесь искали представляете сколько труда титанического здесь вот копали вот оплетка кабеля с другой стороны здесь вот такие вот боксы и тут все все перерыто непонятно что они тут копали я нашел секретный бункер и какая-то потайная комната здесь есть скорее всего вентиляционные шахты тоже кто-то копал шурфил да мощно советские времена строили сейчас вам кое-что покажу вы офигеете ну вот смотрите впечатляет среди леса пришлось минут 15 детей и вот самая высокая точка главное не улететь вниз смотрите что на поле творится кошмар при все наверно я пока это все дело не стихнет буду перебираться какой-нибудь лесок и попробую покопать там потому что здесь нереально привет друзья подписчики гости моего канала с вами снова металлист приехал на свой очередной коп вчера вот пару мест таких запланировал проверить вот по плану у меня сегодня разведка то есть поиск новых мест и приехал я на поле одно первое и такое ветрище вообще невозможно не только снимает но и ходить в общем задают задувает во все там во все щели которые есть в уши в нос и губы обветриваются ну вот вы сами слышите даже вот как деревья шумят ну я решил спрятаться в ближайший лесок вот и тут случайно обнаружил наверное это какая-то старая военная секретная часть вот и поэтому пока такой вот сильный ветер решил вам сделать сталк и заодно посмотрю может быть здесь вокруг этой части можно где-нибудь походить поискать и что-нибудь интересно найти тут принципе даже идет дорога я не заезжал но в другой раз можно будет заехать его смотрите первое здание я вначале подумал что-то хутор но смотрю там еще одно здание это уже наводит на такие мысли что здесь что-то в лесу стоит такое подальше от людских глаз и самое вот что сразу говорит о том что здесь не просто хутор а конкретно что-то что-то тут вот асфальтная дорога посреди леса представляете ну еще может быть это какая-нибудь зона бывшая колония зона неизвестно но вот там что-то похожее на ангары да похоже на гаражи я с собой взял фонарик сходил не поленился машину и а тут кто-то уже чё-то чё-то шурфил нифига себе а все понял здесь был колодец видно кто-то кольца выбирал хотя не факт и здесь смотрите так квадратненько вырезано это специально кто-то что-то делал ну что пойдем проверим первое здание главный вход что-то похоже на столовку или короче я понял это наверное кто-то кабеля блин херачил сто процентов до кабель искали потому что это столовая наверно ну или баня да да похоже что это все-таки столовая потому что вот окно раздачи когда я служил у нас точно такое было там сидел этот как его хлеборез который выдавал всем хлеб и масло но так вот здесь смотрите как принципе кирпича сотрю здесь чем здесь берут грибут и тянут все кому не лень здесь стены так поразбивали ну да это столовка да тут конкретно кто-то блин кабеля блин выкапал вот еще очередная яма и нашла как как говорится проводка проводка шла кухню где стояли большие мощные плиты и котлы ну да это такой труд я вам скажу это все вот выдиралась выкапывалась хотя это может быть тут какие-нибудь еще металлические стойки стояли надо что да так глубоко кто-то и не ленился вниз ну-ка у меня есть фонарик сейчас мы туда спустимся и посмотрим что там не самому интереса зачем они так вот вглубь углубляли что они здесь искали непонятно непонятно здесь тоже вот они короче по какой они системе тут работали копали находили где идет как называется специальная линия проводки и по этой линии уже шурфили и что тут было кабель или еще чё это все выкапывали здесь вот блин это такой труд представляете сока кирпича здесь тоже получает от столовой очень много кто-то конкретно и вот тут тоже было как типа как ну тут похоже как канализация какая-то ладно идем дальше вот типа вот этой такого колодца да странно что это такое понятно интересно было бы здесь конечно тоже проходить металлоискателем но я думаю здесь это все сделали до нас так что здесь так очередное здание и опять мы видим подкоп копали кабель или проводку есть такая дырка кто-то ее так раздолбал хорошенько опах кирпич здесь такой хорошего скажу непонятно что и такое было здесь он здесь вы видите изоляция от кабеля лежит что здесь у нас здесь тоже изоляция с кабеля а вот это похоже больше уже на душевые потому что все плиточкой выложено хотя не факт и вот они везде что-то копали это здесь вот пол бетона значит они как-то вызвалили этот сигнал не просто так они продолбали его и кто-то здесь вот потихонечку себе плиточку подготовил да это похоже что душевые какие-то либо не выходим фух ну пока ничего не интересного вот там что-то похожее на вышку пожарную непонятно вот там дальше какой-то домик даже стоит скорее всего оттуда это кто-то потихоньку и дергает тут еще представляете лед лежит да неплохо тут орудуют я вам скажу и машины там есть вот в чем дело видите вот этот металл таскают всякие трубы проводки он видно глубине пошла труба и вот вот за этими охотятся здесь вот начал кто-то делать подкоп здесь какой-то бункер да ступеньки ничего себе как тут камнями выложен серьезно тут может раньше был какой-то древний погреб что здесь да тут скорее всего какая-то усадьба была и на месте этой усадьбы и образовалась эта часть потому что вот тут современные блоки перемешку со старыми хотя это может быть и при советах так рыли делали тут понятно здесь было какое-то хранилище здоровым вентиляция тоже раздолбали и что-то здесь искали провода и кабели ну да это просто в советские времена выложили тоже вот это бутовым камнем панели он тут такие практически свежие ой так выбираемся еще одно здание не знаю казарма не казарма на казарму как-то слегка конечно похоже так я заходить с нее не буду но тут опять по той же самой схеме опять здесь вот такие ямы нехилые столько труда потом дальше шахта для кабелей вот надо тут аж продумал и выкопал это так и вот в этой шахте были кабеля проложены которые и выдергивали там дальше вина копали потом там дальше тоже делали но перекопчик обрубали и вытягивали потому что так не вытянешь пока не вырубишь но это кто-то недавно копал народ суда периодически так я понял наведывается в поисках железа до похоже на казарму широкие окна просторно тоже уже так небезопасно я вам скажу одна панель завалилась я все заходить не буду потому что он там 2 это если такой вот придавит так и останешься в этой части на прикольно я потом по сфатной дороге пройду дальше посмотрю куда она ведет и здесь вам все кабеля все ушли в народ все украдено до нас как говорится представляете сука труда титанического здесь вот копали вот оплетка кабеля лежит вот он был и он шел в этот не знаю для чего предназначенный бункер но там панель еще такие и очень старая сейчас нам кое-что покажу вы офигеется я соки небольшом с другой стороны здесь вот такие вот боксы и тут все все перерыто непонятно что они тут копали или тут может быть какие-нибудь железки попадаются ну вот это свежие копки что-то тут накапывали надо будет обязательно мне посмотреть что же они тут тут искали тоже пройти с металлоискатель на хоть один такой цветной сигнал попробовать здесь вот непонятно как гаражи какие-то вот даже тут какие-то шмотки лежат и более современные о яйца детали запчасти но это и не знаю москвич жигули здесь еще не так давно какой-то чей-то склад был но меня интересует совсем другое вот что вот это кто это что они тут выкапали здесь я понял здесь какие-то ремонтные эти стояли боксы офигеть вот 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 о чем я ямка ямка что же они тут что же здесь попадается в общем дело что здесь что здесь они вообще копали мне самому же так это любопытно вот здесь вина бордюрчик да это бокса ремонтных или сюда какие-то ракеты въезжали ракетные боксы здесь были эти как его специально для них проложены как магистрали по которым они двигались выдвигались не знаю может зенитки какие поэтому что я сделал я пока что сейчас тут здесь так вот как вам сказать разведочку сделает посмотрю обстановочку где-то что и и как возьму металлоискатель и попробуем поискать посмотреть что же здесь они все это ищут чего не просто это копают непонятно следы свежие вот куда-то дорога ведет и вот все копано видите тут вот копано здесь там он тоже еще какой-то бункер я в него уже не полезу мне уже их тут столько много что нет желанием не каждый проверять вон там еще какая-то непонятная так что тут здесь тоже когда непонятное строение надо немножко не сориентироваться здесь вот тоже зачем-то они прокопали аж до кирпичной кладки что они тут искали чем меня уже распирает любопытство и хочется самому проверить чего они тут копают что они тут все роют не ясно здесь тоже какие-то стойки из этого но тут повыше похоже какой-то гаражик стоял общем тут дорога вела куда-то тоже в неизвестность я решил она в этот раз не будут так далеко отдаляться проверю еще там вокруг и все где что да как и схожу за металлоискателем и попробуем поискать здесь что-нибудь не очень любопытно что же они тут такой копают если не металл что тут еще попадается можете ради детали редкие может еще чего-нибудь он какой-то мы приехал на машине так иду к машине встретил хлопца местного он сюда приехал за кастрица будет голубику садить в общем-то он не рассказал да действительно вот это все казармы столовая склад а вот там дальше вот эти бункер которые такие низкие там были доезды к нему это там стояли зенитные ракеты на рельсах как я предполагал вот опять не сюда шел вот а дальше там бункер стоял днем была одна ядерная бойголовка так рассказываю дальше вот тут такая дорога заваленный караул я их конечно по и по этой дороге не проеду работать как объездной чуть не упал ну так вот где-то в 90-х годах когда часть расформировалась вот и практически все отсюда вывезли тут началось массовое раскулачивание сюда приезжали как он рассказал на тракторах лугами распахивали в округе вокруг этой части поля цепляли плугами кабеля и как только зацепили сразу начинали это его тянуть и копать и в общем здесь была такая медная лихорадка весь лес они перерыли вот это все выкопили выкопали тут в хлам тоже там какая-то интересная бетонная плита стоит блин тут такой лес плохой как же мне выбраться к моей машинке вот и колхозу до этого дела не было хоть это и было вот то есть все перешел этот лес хозяйства колхоза поэтому местные тут чувствовали себя спокойно и копали брали все штук мог утянуть и внести что он еще там рассказал вот там где я такой какой-то блиндаж вот вам показывал в котором такая такие низкие боксы были вот в этих боксах ой куда-то я зашел на выбираться в этих боксах стояли зенитные установки зенитные установки на рельсовых таких вот платформах рельсы эти тоже уже все скоммуниздили скоммуниздили рельсы сложа у практически выбрался и а вот рядом с этими боксами был была шахта с ядерной ракеты с ядерной боеголовкой вот она там была охранялась под напряжением в общем там было все серьезно и он говорит а вокруг леса где были собачники какие собачники стояли будки охраны собаками охраняли чтобы сюда никто не не забрался потому что здесь по всему лесу стояли ракеты зачехленные готовые в любое время лукануть по америконосам а там дальше сказал чуть-чуть в лес раньше было поля но она сейчас заросло вот и там где то есть командный пункт связи вы тут там горит кабелей всего было вообще немедленно там горит комками шмотками такими как кабель протянул как выдернул столько бы все усыпано но это горит было давно и в прошлом веке получается так что шансов там найти практически zero но я попытаюсь не самому интересного что там кто-то попал недавно вот эти мелочевки маленькие ямки и про посмотрю что там покажу где находился от команды куда ты иду хрен его знает как отсюда выбраться ладно дойду до машины продолжим обзор что для меня свобода что для меня погода что для меня работа праздники друзья где ты моя удача в чем ты моя задача как сделать все иначе чем успокоюсь я